ТРАССА 101 Приветствую! В эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Примерно каждый седьмой-восьмой российский водитель штрафы не оплачивает. В ходе опроса это выяснили агентство «Автостат» и издание «За рулем». Среди законопослушных граждан наиболее популярной площадкой для оплаты взысканий оказался сайт госуслуг. Почти треть респондентов. На втором месте мобильное приложение банков. А вот по старинке идет в сберкассу и заполняет квитанцию вручную только каждый четырнадцатый респондент. ТРАССА 101 Спрос на новые легковые автомобили в России в этом году в целом снизился. Однако это не касается некоторых марок. Например, китайских. Их популярность растет. Причем в некоторых регионах авто из Поднебесной находятся в лидерах продаж. На первом месте тут, по данным агентства «Автостат», республика Тыва. Также в первой тройке Хакассия и Мурманская область. В топ-10 попала и соседняя с нами республика Коми. ТРАССА 101 Московские власти сообщили, что вот-вот на дорогах столицы начнут полноценно работать несколько камер, которые распознают непристегнутый ремень безопасности и разговор водителя по телефону. Эти комплексы тестировались на протяжении последних нескольких месяцев. Штука, конечно, любопытная, но есть ведь нюансы. Например, темная одежда, на фоне которой ремень незаметен. Или водитель потянулся к уху, чтобы его почесать. Чиновники заверили, что все сомнения будут трактоваться в пользу водителей. ТРАССА 101 Рено Калеос официально больше не продается в нашей стране. Кроссовер исключили из модельного ряда французской марки из-за низкого спроса на него. За 9 месяцев было продано где-то около 300 штук. А специалисты, кстати, ранее предрекали скорый уход с нашего рынка не Калеос, а Аркана. По той же причине. В ближайшие месяцы, добавлю, Рено презентует в России второе поколение Дастер. Его сейчас тестируют в Тольятти. ТРАССА 101 Сплошная линия разметки, дорожная камера. Придет ли письмо счастья, если линию пересечь? Конечно, придет, если камера настроена распознавать такой вид нарушения. Ну а ежели таким образом пришлось объезжать место ДТП, в такой ситуации оказался один из московских автомобилистов. Вернее, он выложил пост, замеченный журналистами. И штраф в 3000 рублей ему тоже прилетел. Автовладелец негодует. Как так? Я же аварию объезжал. Другой возможности не было. Ему посоветовали успокоиться и обжаловать. Наказание взыскания якобы должны отменить. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТООДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова